Всем привет друзья, с вами Йорн и сегодня на тестовом сервике запустили обновление патчнот 1.3401 у нас он появится на следующей неделе, вторник или среда, точно сказать не могу, но по традиции за тех работой нас ожидает компенсация, целых 600 кристаллов лишними не будут, тем более с барского плеча. И что интересного в этом обновлении, да в принципе ничего, кроме определенной функции нового героя, новый герой Мезот Ужасный Мясник из фракции подземных получился очень прикольный, но мы его разберем в конце, но я сразу хотел бы сказать, что это копипаст героя с доты 2 от разработчиков Lilith Games и кстати наконец-то данная фракция получает свой замечательный бонус от 5 героев, я думаю что многие донатеры конечно же прокачают всех этих героев и будут ставить на арену, посмотрим что они там будут выдавать. Тем более такие бои интересны, если вы не смотрите арену, вы вот много пропускаете друзья, обязательно смотрите, и если вы будете изучать навыки героев, играть вам будет в разы проще. И давайте по порядку разберем данное обновление, а потом уже в конце посмотрим на нового героя Мезота Ужасного Мясника. Первое, это конечно же чудесное путешествие, которое будет завтра активным, мы его пройдем, запишу видео, все покажу. Также вернут в игру героев Эспири, если кто не застал, тоже напишите в комментариях, возможно кратко как-то поясню, что там надо делать. Добавили пятого босса Ордена в искаженный мир, я конечно не ожидал, у нас был Брут, Демоническая Немора, Шемка, Кейн, а теперь еще Орден. Откатится в субботу, зафармлю, сделаю отдельный видос, как его убивать, и покажу как убивают другие игроки. И помимо этого в искаженном мире теперь еще есть такая фишка, что если вы фармили какого-то босса и ставили определенную пачку, эта пачка будет сохраняться, но только не эквип. Меня жестко бомбит, что разработчики не могут добавить эту функцию, что допустим вы сохраняете свою пачку в тех же самых построениях, и эта пачка остается с этим шмотом. Чего такого сложного-то? И допустим если вы эту пачку меняете для каких-то своих нужд, то вам не надо постоянно менять артефакты и шмотки. Вот добавьте, услышьте пожалуйста, эта функция нужна всем. Добавили также функцию высокая детализация, кто-то скажет зачем, я скажу нужна, потому что теперь видеоролики будут намного лучше. Вы включаете высокую детализацию, отключаете режим энергосбережения и вообще другая картинка, всякая анимация, все очень плавно. И еще в этом обновлении было изменено то, что камера в искаженном мире или вершинах времени теперь катается лучше. Что это означает? Ну допустим запустим какую-нибудь вершину, дальний рубеж. И раньше, когда вы просто перемещались по карте, все висело, теперь очень все плавно, особенно когда вы возвращаетесь к своему герою. Поэтому включаете высокую детализацию и на мой взгляд она не сильно хавает батарейку. Я думаю, что будет в разы быстрее. Но когда вы вот так вот включаете, происходит дозагрузка сколько-то метров там определенных файлов игры и все вообще без проблем. Надо? Включили. Надо? Отключили. Круто. Конечно круто. Ну и помимо этого у нас добавили возможность допустим смотреть кто друг, а кто соклан. Я не знаю зачем это надо, я вообще особо не парился. Но допустим если вы нажимаете на ваших друзей на карте, то зеленым флажком подсвечивается ваш друг. А если напротив этого игрока зеленый флажок и флажок с мечом, то это и соклан и друг. И вы просто на него нажимаете и видите, что удалить друга, значит он у вас в друзьях, а также пишется его гильдия. Собственно, вот для меня это был и ориентир. Зачем добавлять эти флажки, ну наверное особо тупым или глупым. Ну серьезно, не примите только близко к сердцу, а то начнете писать всякую ересь. Читать я ее точно не буду. Помимо этого добавили возможность вот подготавливать вот эти отряды. Но что они здесь изменили, я вообще не понимаю. Я посмотрел, как отряды формировались, так и формируются. Что они тут оптимизировали, тоже непонятно. Была еще оптимизация чата, друзья. Чата, он вроде стал плавнее, не зависает, но надо это проверять уже на основе. Потому что мне разом там пишет по 800 человек. И когда я захожу обычно в чат, у меня просто тупо зависает игра. Вот такие вот дела. Поэтому мы все ушли в дискорд. В дискорде как-то проще, согласитесь. Следующее, добавили функцию продажи билетов арены. Кстати, не советую этого делать, потому что у меня было больше 200 билетов арены. Буквально 2 дня назад я их потратил и вытащил 10 сундучков. С 10 сундучков я 2 раза вытащил по 3000 кристаллов. В общем, если у вас есть билеты арены, вы можете их смело сливать. Но, если они добавили функцию продажи билетов арены, я думаю, что в скором времени добавят какое-то событие. Раньше такое событие со старта игры было, кто помнит. Там надо было сделать 100 боев и получить определенные плюшки. Поэтому, если сливаете, сливайте. Но можете подстраховаться. Пить есть не просит. Оставьте. Вдруг что-то такое произойдет в игре, и тогда вы получите плюшки, а другие просто будут сидеть и сосать лапу. Или, допустим, разработчики ведут какой-нибудь пак, где надо будет покупать эти билеты арены. Ну и также в резонирующем кристалле добавили возможность покупать ячейки. Кстати, многие писали, что эта же функция доступна. Нет, друзья. На наших серваках, когда вы нажимаете, он просто говорит. Накопите определенные итемы. Вот эти вот золотые монетки. И, допустим, чтобы мне открыть следующую ячейку, надо 4500. Или 800 кристаллов. Если у вас, допустим, этих монет было бы накоплено где-то там 3000, то и кристаллов, чтобы, ну, докупить, так скажем, возможность открыть эту ячейку, просто будет стоить меньше. Но вообще зачем это надо? Зачем? Вот я играю полтора года. Мне ни разу вообще вот не понадобились эти ячейки. Сколько открыл, столько я использую. И за, наверное, предыдущие полгода я ни разу никого не менял. Я вот как прокачиваю резонирующий кристалл уже на 300 уровне, так и прокачиваю. Как герои у меня стоят в этих плюсах, так и стоят. Ну, просто нету такой возможности прокачать такое большое количество героев, чтобы у вас не хватало ячеек. В общем, разработчики здесь как-то вот одно к другому не вяжутся. Ну и теперь последний, наверное, последний пункт, да, друзья. Это все-таки возможность смотреть теперь у какого героя ульта и вообще какой герой использует какой пассивный навык. Это очень важно, потому что, допустим, когда я кому-то что-то объясняю из своих сокланов, только-только, допустим, которые начинают играть в эту игру, и у них нет опыта игры в игры подобного жанра, или, допустим, в какие-то MMORPG, и они не знают, что такое ульта. Вот. Теперь написано ультимативный скил. Это первый скил каждого героя в этой игре. То есть этим скиллом он, собственно говоря, и творит чудеса. Ну а также есть пассивный. Здесь просто написано будет пассив. Вот, допустим, здесь нету пассивных навыков, все активные. Но есть, допустим, у того же самого нового героя из фракции подземных, Мезота, написано пассив, хищная жажда, четвертый навык. И плюс были еще визуальные изменения у Хендрика и у нашей замечательной Сесилии. У Сесилии это ульта, судный день, когда в тестовом бою вы тестировали героя, там что-то все черным загоралось. Ну а когда Хендрика тестировали в бою, то у него просто срабатывал третий навык, и третий навык работал даже после смерти. В общем, ничего, собственно, нового. Что-то добавляет, а потом что-то исправляет. Ну а теперь давайте посмотрим нового героя из подземных жителей. Наш замечательный Мезот, ужасный мясник. Что я могу о нем сказать? Ну, вроде как неплохо нарисовали, и, кстати, когда он начинает кого-то пожрать, он одевает платочек с сердечками. Это так мило. По здоровью не обидели. Атака чуть ниже среднего. Но, в принципе, это нормально. Потому что если атаки было бы много, герой бы был вообще очень-очень жестким. Серьезно. Навыки будем разбирать, вы поймете. Ну и защита слабенькая. Вообще у них какая-то пошла такая практика. Героев, которых они добавляют, защиту делают слабой. Но возьмите того же самого хазарда. 7 тысяч защиты. Это просто вообще ничтожно. Но у Мизота от количества здоровья будет очень много защиты. Сейчас все поймете. Давайте. Первый навык, она же ульта. Пожирание. Когда здоровье Мизота превышает 50%, он становится неуязвимым для способностей контроля. С помощью этой способности Мизот пожирает вражескую цель и удерживает в своем пузе, пока у врага не закончится энергия. Потом он просто его выплевывает или он там сдохнет. Я уже это протестировал на первом-втором этаже лабы. Пока враг находится в животе, Мизот теряет по 70 энергии в секунду. Находясь в животе Мизота, враг будет каждую секунду терять здоровье. Равное 70% от уровня атаки Мизота. Если Мизот находится под воздействием контроля, пока удерживает врага внутри себя, он будет еще дополнительно терять по 70 очков энергии каждые полсекунды. Но если в вашей команде есть тот же самый Изиш, он восстанавливает энергию, то проблем у Мизота с этим точно не будет. Ну а когда вы будете прокачивать этот навык, урон будет просто увеличиваться от уровня атаки самого Мизота. Хорошая ульта. При том, что смотрите, он получает контроль на пониженном здоровье. Точнее защиту от контроля. Некоторые герои в этой игре получают такую возможность, такую возможность, только тогда, когда прокачивает, допустим, персональный артефакт на плюс 30. И то там на какое-то определенное время. А здесь на 50% упало. И пофигу ему на всех. Пофигу. Второй навык. Глубинная бойня. Мизот пытается сбить врага. Если это удается, Мизот продолжает наносить удары, причиняя 70% урона за каждый удар. И последний удар будет наносить врагу 220% урона. Только непонятно, сколько ударов там всего делает. При каждом ударе Мизота по врагу его здоровье восстанавливается на долю, равную 8% от потерянного врагом здоровья. Но по мере прокачки этот урон будет увеличиваться. И если во время использования этой способности враг погибает, то Мизот будет восстанавливать долю здоровья, равную 30% от максимального здоровья врага. То есть, чем больше вы прокачаете этот навык Глубинная бойня, тем жестче будет Мизот восстанавливать себе здоровье. И третий навык. Демонический голод. На 7 секунд Мизот получает щит, способный поглотить урон, равный 10% от собственного максимального здоровья. Мизот кромсает врагов, находящихся на определенном расстоянии перед ним, нанося им урон, равный 20% от собственного уровня здоровья, а также снижая их ускорение на 50%, точнее на 50 очков в течении 7 секунд. То есть, понижает их ускорение, они будут медленные, накидывает на себя щит и пробить его очень будет сложно. При этом, когда вы качаете, щит будет уже 14% от максимального здоровья. То есть, чем больше здоровья, тем лучше. Поставили кубок, просто на ура заходит на Мизот. И четвертый навык последний. Хищная жажда. Пассивный. В начале битвы максимальное здоровье Мизота увеличивается на 80%, а процент здоровья, с которым он начинает битву, остается неизменным. Повышенное значение здоровья Мизота будет медленно уменьшаться каждые 50 секунд, при том, что у нас бой длится минуту 30. С начала битвы уменьшающееся значение максимального здоровья не влияет на текущий процент общего здоровья Мизота. То есть, это такая некая подушка безопасности просто. Дополнительное здоровье. А за это здоровье он будет еще и получать защиту. Потому что как раз таки второй и третий уровень прокачки говорится, что уровень защиты Мизота может быть дополнительно увеличен на 100% в зависимости от текущего процента его максимального здоровья. И чем выше уровень здоровья, тем выше его защита, друзья. Нехило, да? То есть, и восстанавливает здоровье, и контроль, и... Короче, все, что надо. Я просто в шоке, честно. Герой, конечно, прикольный, но надо смотреть. А именной предмет очень простой, но очень крутой. Смотрите, 42% здоровья, 33% защиты, атаки 12%, сопротивление физ. урону 15%. И если прокачали просто хотя бы на плюс 1, то в начале боя будет сразу получать 200 очков энергии. Прокачали на плюс 20, уже 500. Ну, а если прокачаете на плюс 10 или на плюс 30, то на плюс 30 он 50% от полученного урона будет переносить на врага, находящегося в животе Мизота, то есть того, которого он сожрал. Да, кровь и увечья очень прикольный персональный артефакт данного героя. Конечно же, качать на плюс 30. Ну, а если прокачаете на плюс 40, что можно сделать, то характеристики будут еще жирнее. Ну, а теперь запустим тестовый бой и просто посмотрим, как это будет происходить. Все, смотрите, он его сбил, начал наносить кучу урона. Сожрал его. Прикольно, он его съел просто, закидывает на себя щит. И так как противник очень слабый, он просто погибает в животе Мизота. Бодренько. И вот так вот он может контролить любого. То есть он может и Торна сожрать, и Брутуса до любого героя сожрать. Если вы убьете очень быстро первую линию до того, как Мизот наберет энергию, он просто зайдет, сожрет какого-нибудь мага вашего, или, допустим, героя поддержки. И все, Габелла. Вот такой вот Мизот. Просто сказка. Все, друзья. На этом все. Спасибо за просмотр. Ждите следующее видео теста Мизота. И спасибо, что вы меня смотрите. Увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok